Щелкунчик В спектакле есть и живые планы куклы и видеоэффекты, которые появляются на полупрозрачном экране. Они, кстати, изрядно усложнили работу артиста. Мы столкнулись с этим первый раз и это на самом деле очень интересно. Из-за этой вот видеопроекции надо двигаться более как в танце. То есть нет бытового существования. И это тоже была такая некая сложность, которую приходилось преодолевать, прям привыкнуть к этому. Главное, волшебство удалось. Постановка удивила и юных зрителей, и их родителей. Уже до премьеры начался ажиотаж. Билеты на Щелкунчика закончились примерно за три недели до начала нашей новогодней кампании. Увидев это, мы поставили один дополнительный спектакль, четвертый уже, 24 декабря. Но на него билеты разобрали за сутки. Ближайшие показы Щелкунчика, на которые еще можно купить билеты, состоятся 20 и 21 января. Однако в театре кукол говорят, если будет запрос, то поставят еще один показ 8 января. Так что следите за афишей. Дарья Власова, Алексей Безделов, Тюменская служба новостей.